всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня у нас для вас новая игра что нам понадобится для этой игры нам понадобятся цветные карандаши нам понадобится плотная бумага белого цвета и и мы разрежем на карточки карточки могут быть какого угодно формата желательно чтобы были не меньше чем вот этот можно делать побольше потому что на карточке нужно разместить несколько изображений и чтобы они не путались и не были слишком мелкими ну вот примерно такой размер нужно выбирать что же мы будем с вами изображать на карточках я уже вам сейчас это показала но это и есть карандаши то есть для нашей работы нам нужны будут те же карандаши которыми мы будем наносить изображение на карточку вот такая вот у нас экономия с вами это и материал для работы это и материал который мы наносим изображение и собственно больше нам ничего для этой игры не понадобится что мы изображаем на карточках мы изображаем на карточках положение карандашей то есть на данной карточке вот у меня в таком порядке расположены карандаши на этой вот в таком и в целом можно начинать как мы с вами всегда уже начинаем от простого к сложному здесь у меня прям сильно простых нету карточка вот эта карточка пожалуй всех мною изображенных самая простая сейчас я ее положу так как вы будете это делать перед ребенком и мы с вами вместе попробуем повторить то что на ней нанесено вот таким образом ее располагаем и начинаем выкладывать берем карандаш что важно ребенок должен понять что на карточке карандаши лежат в определенном положении почему я изобразила именно наконечник да не просто цвета но и наконечник карандаша потому что нам важно куда смотрит он это тоже важно то есть положение карандаша мы смотрим по карточке здесь в данном случае он смотрит направо и мы выкладываем голубой карандаш вот так розовый карандаш к верху острием и оранжевый карандаш у нас опять же смотрит в эту же самую сторону все карандаши смотрят в одну сторону когда вы будете наносить изображение на карточку вы это тоже учитывайте то есть меняете положение карандаша и в зависимости от этого также будет меняться сложность карточки потому что ребенку важно анализировать когда он смотрит на карточку как именно располагается карандаш и выкладывать изображение в точности с образцом до соответствии с образцом вот наша карточка вот наше изображение вот так вот это будет выглядеть перед ребенком соответственно остальными карточками мы работаем точно так же есть вот такая карточка вы видите да что здесь тоже у нас определенные направления карандаша есть вот такая карточка она еще более сложная когда мы работаем с карточками мы обязательно проговариваем и повторяем закрепляем такие понятия как над под сверху снизу да то есть это тоже важные вещи которые ребенок должен понимать и закреплять в памяти также что еще развивает эта игра здесь прекрасно развивается внимание то есть ребенок должен внимательно изучить карточку и понять куда что направлено здесь развивается пространственное ориентирование то есть как раз этими вот понятиями под над сверху сбоку справа слева мы помогаем ребенку ориентироваться в пространстве это очень важно особенно для школьного обучения а также мы развиваем мышление творческое развитие здесь также есть можно попросить ребенка в дальнейшем нарисовать карточки для вас то есть он когда уже будет успешно справляться с этой задачей вы можете также попросить ребенка нарисовать карточки для вас и самому а получается развить умение готовить вот такие методические материалы и соответственно также в обратную сторону получается он будет раскладывать карандаши и переносить это на бумагу то есть переносить изображение на бумагу в обратную сторону такое такую игру да мы завернем с вами то есть здесь он по изображению выкладывает карандаши а когда будет рисовать карточки для вас он по карандашам будет носить изображение опять же в пространственное ориентирование здесь у нас будет очень ярко представлена вот такая вот простая но при этом очень полезная интересная игра на этом у меня сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на наш канал обязательно заходите на наш телеграм-канал у нас там всегда очень много всего интересного а на этом мы прощаемся пока пока